Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки, 2 глава, 34 стих, мы зададимся вопросом. «Почему Христос на падение и на восстание многих?» Ну, понятно, что Христос восстановил многих, но почему Он способствовал и падению кого-то? Давайте прочитаем этот стих, это Евангелие от Луки, как я уже сказал, 2 глава, 34 стих. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, все лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле». Давайте посмотрим, какие объяснения нам дают авторитетные комментаторы. Прежде всего, блаженный Феофилакт, который пишет. «Или иначе Господь лежит на падение зла, гнездящегося в душах наших, и на восстание добра. Падает блуд, восстает целомудрие». Блаженный Феофилакт применил аллегорическое истолкование, и оно как бы касается уже всех. Ну вот архиепископ Аверкий Таушев, он предлагает свое объяснение. «Возвращая младенца матери и благословив ее Иосифа по праву глубокого старца, на котором, очевидно, почивал Дух Святый, Симеон в пророческом вдохновении предрекает, что младенец сей будет предметом споров и пререканий между последователями его и врагами его. Яко да откроются от многих сердец помышления». То есть в зависимости от разного отношения людей к этому младенцу обнаружится их сердечное расположение, настроение души. И далее Владыка Аверкий продолжает. «Кто любит истину и стремится творить волю Божию, тот уверует во Христа. А кто любит зло и творит дела тьмы, тот возненавидит Христа. И будет для оправдания своей злобы против него всячески клеветать на него, что и исполнилось уже на примере книжников и фарисеев, исполняется и до сего времени на всех безбожниках и Христа-ненавистников». И далее Владыка Аверкий оканчивает. «Для уверовавших в него, то есть во Христа, он лежит на восстание, то есть на вечное спасение. Для неуверавших, ожесточившихся против него, то есть против Христа, он лежит на падение, то есть на вечное их осуждение и вечную погибель». Мы находим у других авторов подобное объяснение и подобное истолкование. Но помните, как в Писании сказано, что Христос – это краеугольный камень, о которой приткнулись строители. Строители – это еврейский народ, которые участвовали в домостроительстве Божьего спасения по вдохновению от патриархов и пророков, но они же, возгордившись, приткнулись об этот камень и не смогли поверить во Христа. Психологически это очень трудно понять, потому что это был избранный народ, они имели Писание пророков, а пророки, как о них говорил Христос, они свидетельствуют обо мне, так говорил Христос, то есть о нем, о спасителе. Если кто и должен был уверовать во Христа, уверовать во Христа в первую очередь, то это еврейский народ. Но что с ними произошло? Я часто стараюсь это объяснять. Они же тогда находились под римским владычеством, и они ждали Мессию как военного и политического лидера, который придет, даст освобождение еврейской нации от игоязычников, сокрушит римское господство и поставит евреев царями и священниками над всеми народами. Но Библия, эта вечная книга, она начинается не с истории еврейского народа. История еврейского народа – это 12 глава книги Бытия. А в первой главе книги Бытия рассказывается о сотворении всего мира и о сотворении первых людей. То есть Господь творит мир и дает закон для всего рода человеческого. По замыслу Божию, конечно же, еврейский народ должен был быть народом-светочем для других племен, народов и языков. Но они слишком были зациклены сами на себя. Подобное наблюдается у некоторых православных христиан, которые зациклены сами на себя, брезгливо относятся к сектантам, к еретикам, к язычникам, не замечая того, что 90% еретиков, язычников, неоязычников в России – это ранее крещенные в православии люди, которые почему-то покинули наш храм, нашу веру. С кого нам спрашивать за это? Конечно, с самих себя. И всегда, когда какая-то нация замыкается на себе, это грех гордыни и превозношения. А Христос пришел в этот мир не для того, чтобы победить римское владычество, чтобы освободить род человеческий от власти дьявола и дать свободу и евреям, и самим римлянам, и скифам, и варварам, всем народам и всем языкам, которые все происходят от одной крови, крови Адама, первого человека, с описания жизни которого начинается Библия. Таким образом, друзья, мы ответили с вами на этот вопрос, почему Христос нападение и навосстание многих, и будем стараться жить соответственно нашему призванию, и не гордиться, ибо призванные, призванные, призванные не по делам, но по благодати, как я часто вам об этом напоминаю. Спаси вас, Христос!